Едва первые лучики солнца коснулись окон старенького домика, как из него вышел высокий молодой человек, в форме пятнистого цвета и заплечным мешком за спиной, он внимательно посмотрел на небо и понял, что день будет жарким. Парень работал егерем на дальнем участке леса и хотел по холодку преодолеть большую часть пути, но едва он сделал пару шагов к калитке, как за его спиной раздался женский голос, Захарушка, милый, может остался бы ты сегодня дома, видишь, уже с раннего утра солнце в зените, жарко ведь будет, сынок, мам, да я быстро, туда и обратно, да и в случае чего, на озеро зайду ополоснуться, ответил Захар, поправляя лямки заплечного мешка. Ну ты берегись, милый, и долго не задерживайся, а то переживать ведь буду, сказала вдогонку сыну Клавдия Семеновна, но парень уже уверенный, быстрой походкой шагал в сторону леса и последнюю фразу матери, скорее всего, не расслышал. Женщина вздохнула и окрестила его широкую спину крестным знаменем. На самом деле, Захар был ей приемным сыном и несколько лет из своего детства провел в приюте. Клавдия Семеновна работала в нем воспитателем и маленький сирота сразу приглянулся бездетной и немолодой женщине. Жизнь у нее была сложной и муж, узнав, что Клавдия не может иметь детей, бросил супругу и ушел к более молодой любовнице. С тех пор она жила одна, мечтая о том, чтобы взять себе ребеночка из детдома. И, когда она впервые увидела крохотного Захара, который лежал в корзинке, оставленный у дверей приюта, то сразу почувствовала огромную волну нежности и симпатии к этому мальчике. Клавдия Михайловна забрала Захара к себе в деревню, когда ему исполнилось 10 лет. После приюта мальчику все казалось какой-то сказкой, в которой можно ходить куда хочешь, играть где хочешь, не боясь, что у тебя более старшие ребята отберут игрушки или еду. С тех пор они стали жить вместе, деля вместе печали и радости. Окончив школу, Захар стал егерем, стать которым мечтал с детских лет, когда впервые на уроках природоведения узнал о лесе и его обитателях. В районе Захара все уважали, в особенности за порядок на веренном ему участке леса и непримиримость в борьбе с браконьерами. Вот и сейчас, шагая по давно знакомой лесной тропе, молодой егерь попутно обезвреживал селки и капканы, поставленные бессердечными браконьерами. Сегодня, на удивление, коварных механизмов попадалось мало, поэтому на сердце у Захара было легко и весело. «Эдак я, вообще быстро управлюсь», — подумал егерь и улыбнулся. Тропинка вывела его к озеру, и Захар невольно залюбовался ее прохладной, спокойной поверхностью. Вдруг, где-то, совсем рядом, послышались громкие крики и призывы о помощи. Захар прислушался и, быстро определив место, откуда они исходят, бросился в сторону тревожных звуков. Оказавшись на скрытом от людских глаз, зарослями и вника берегу, егерь увидел отчаянно вопящую девушку, которая из последних сил барахталась в озере метрах в тридцати от него. Захар, ни секунды не мешкая, скинул с плеч мешок и часть верхней одежды, а затем бросился в воду. Девушка уже скрылась под водой, когда Захар доплыл до того места, где она была. Но парень совсем не собирался сдаваться и, набрав в легкие побольше воздуха, нырнул за ней вслед. Захару повезло, и среди мутноватой толщи воды он сумел нащупать руку тонущей и вытянуть ее на поверхность. Девушка порядком наглоталась воды и выглядела очень бледной, когда молодой егерь вытащил ее на берег. Захар, понимая, что жизнь незнакомки висит на волоске, принялся оказывать необходимую при утоплении первую помощь. Наконец, девушка задышала и принялась кашлять, пытаясь избавиться от воды в легких. Захара облегченно перевел дух и отошел в сторону. Когда незнакомка, наконец, пришла в себя, то увидела напротив себя мокрого молодого человека, который старался обсохнуть на солнце. «Спасибо вам большое, у меня ногу судорогой свело, и, если бы не вы, я бы точно утонула», – проговорила девушка, смущенно отводя взгляд. «Да ладно, все нормально, повезло просто», – скромно ответил Захар, облачаясь в егерскую форму. «Ну, после такого, вы просто обязаны меня проводить до дома, хотя я не здешняя». К бабушке на лето погостить приехала, – пояснила незнакомка, промокая волосы полотенца. Захар улыбнулся, но отказывать не стал, поскольку девушка ему очень понравилась и он то и дело украдкой поглядывал на нее. По дороге к поселку, молодые люди разговорились и познакомились. Как выяснилось, девушку звали Кристина и ее родители были богатыми и влиятельными людьми в районе. Услышав об этом, Захар заметно стушевался и стал чувствовать себя скованно и зажато. Парень чувствовал неловкость от того, что он беден и живет с приемной мамой в убогой лачуге на краю поселка. Но Кристине, казалось, совершенно не волновало его финансовое положение. Девушка всю дорогу весело щебетала и рассказывала интересные истории из жизни в большом городе. Когда они подошли к дому бабушки Кристины, Захар пожал ей на прощание руку и уже собирался уходить, как вдруг она встала на носочки и поцеловала его в щеку. Парень покраснел, как рак, а Кристина, улыбнувшись, предложила встретиться завтра. Домой Захар возвращался, пребывая в состоянии романтических грез и мечтаний. Спасенная девушка не выходила у него из головы, будоража сердце и душу. Дома Захар рассказал Клавде Семеновне о случае на озере. Смахивая набежавшие слезы, женщина похвалила сына за храбрый поступок, но в конце все же добавила, «Захарушка, ты бы не ходил больше к этой Кристине, она, девушка, может и неплохая, но деньгами точно испорченная, разный вы». «Понимаешь?» «Понимаю, мамуль, все понимаю», – грустно вздохнул парень, чувствуя правоту слов матери. Но, несмотря на это, на следующий день Захар после обхода направился прямиком к дому Кристины. Молодой егерь не понимал, что это было наваждение или простой интерес, но в том, что его как магнитом тянуло к этой девушке, сомневаться не приходилось. Кристина встретила его с радостью и в тот вечер молодые люди очень хорошо провели время, чувствуя возрастающие с каждым днем взаимное притяжение. У Захара еще не было опыта подобных отношений и парень окунулся в омут чувств и нежности, напрочь забыв о словах Клавди Семеновны. Встреча следовала за встречей, незаметно увлекая Кристину и Захара в пучину романтических чувств и переживаний. Примерно через месяц после знакомства молодые люди уже считали себя парой. Их роман развивался бурно и был полон букетов полевых цветов, страстных свиданий у озера и прогулок под луной. Поэтому, когда в конце лета Кристина засобиралась обратно в город, то с собой она, конечно же, взяла и Захара. Клавдия Семеновна, как могла, старалась отговорить сына, но он был неумолим. Парень не мог думать ни о ком другом, кроме Кристины и готов был идти за любимой, хоть на край света. Но, к великому огорчению Захара, в доме любимой девушки его встретили с прохладой. Арсений Петрович, отец Кристины, с недоумением посмотрел на парня из провинции и спросил, «Дочь, а это кто? Новый садовник? Молодец! А то я уже давно хотел сменить Михалыча». Старый он и сад совсем запустил. Услышав его слова, Захар густо покраснел и от стыда едва не провалился сквозь землю. «Нет, пап, знакомься, это Захар, он мой жених и осенью у нас будет свадьба», поспешила исправить положение Кристина. Арсений Петрович и его супруга Елена Ростиславовна пренебрежительно скривили губы, но от комментариев воздержались. Они уже давно привыкли к взбаломошному характеру дочери и считали, что приведенный в дом парень – всего лишь очередное увлечение и не более того. Но, к их удивлению, молодые люди назначили дату свадьбы и с нетерпением ждали ее прихода. «Ну и ладно, раз хочет, пусть выходит замуж, может скорее перебеситься, а простафилю этого деревенского мы вынудим брачный договор подписать, всего и делов», – сказал Арсений Петрович своей супруге, довольно потирая руки. Свадьбу, конечно же, сыграли пышную, да так, чтобы весь город знал, что дочь бизнесменов Селивановых не из бедной семьи. Родители Кристины подарили молодоженам новенький автомобиль представительского класса и предложили поселиться у них. «Так, понадежнее будет, все на глазах, да и за нищебродом этим присматривать легче будет», – сказала Елена Ростиславовна, которая откровенно недолюбливала зятя. «Поначалу, в элитном особняке, Захару очень нравилось. Но когда, спустя несколько месяцев он понял, что оказался в золотой клетке, было уже поздно. Родители супруги контролировали буквально каждый шаг молодоженов и настаивали на том, чтобы Захар порвал все связи с таежным поселком и приемной матерью. Для парня-сироты это оказалось большим ударом, ведь Клавдия Семеновна была для него самым близким и родным человеком. Кристина к этому времени уже носила под сердцем его ребенка и парень утешал себя мыслью, что вскоре жизнь наладится и станет полегче. Но с рождением дочери Юленьки все не только не стало легче, а, наоборот, еще больше осложнилось. Кристину в этот момент словно подменили. Вместо того, чтобы заботиться о своей дочери, она настояла на том, чтобы родители наняли няню для присмотра за ребенком. Сама же Кристина стала проводить все больше времени в ночных клубах и барах, стремясь наверстать все то, чего была лишена во время беременности. Захар вначале даже попробовал сопровождать ее на этих мероприятиях, но после пары, тройки посещений ночных клубов, ему стало тошно от всего увиденного там. Все это время парень старался украдкой поддерживать отношения с Клавдией Семеновной, обещая ей вырваться из этого замкнутого круга. Утирая слезы, мать всем сердцем сочувствовала ему, но повлиять на ситуацию никак не могла. Как, то раз, сердобольная женщина попросила помочь с работой Лизе, девушке, сироте и выпускнице детского дома, в котором Клавдия Семеновна когда-то работала. К удивлению Захара, Арсений Петрович отнесся к просьбе зятя с пониманием и после собеседования взял Лизу на должность домработницы. Захар не знал, что такая сговорчивость жадного тестя была вызвана тем, что девушка была согласна работать по 16 часов в день за мизерную зарплату. Лиза сразу приглянулась жильцам дома своей скромностью и трудолюбием. Со временем работодатели стали все чаще отправлять ее за покупками в город, зная, что честная девушка не возьмет себе ни единой лишней копейки. Часто во время таких вылазок за покупками Лизу сопровождал Захар, который возил домработницу по магазинам. Вместе с ней, парню было очень легко и он чувствовал, что Лиза понимает его душевную боль от совместной жизни с Кристиной. Частенько, в дороге, они болтали о том или заезжали на озеро, чтобы искупаться в прохладной, чистой воде. Лиза очень любила природу и всегда находила повод, чтобы подышать свежим воздухом за городом. С Захаром у них всегда находилось много общих тем для разговоров и со временем Лиза стала для парня одновременно другом и одушенной от приторной жизни в золотой клетке. А спустя пару месяцев Захар узнал о том, что жена давно изменяет ему, встречаясь на съемной квартире с любовником. Об этом обманутый супруг услышал от личного водителя Кристины, который по причине длинного языка не смог удержать в себе ценную информацию. Захар на негнущихся ногах вышел во двор и сел на лавочку. Ему было до боли обидно от того, что все это время он терпел все издевательства и унижения со стороны тестя и тещи только ради Кристины, а теперь, когда он узнал о вероломстве супруги, для него в раз все потеряло всякую ценность. Лиза, которая увидела, что с Захаром что-то не так, подошла к нему и положила руку на плечо. «Что-нибудь случилось? Чего грустишь в такой прекрасный вечер? Для кого прекрасный, а для кого и не очень?» С грустью сказал Захар, не поднимая глаз. «А хочешь отвлечься? Поехали тогда к реке, я там такое место знаю, что закачаешься, настоящее чудо», – предложила Лиза, которой было больно наблюдать за страданиями парня. Захар равнодушно кивнул и завел машину, место, о котором говорила Полина, оказалось и впрямь красивым. В этом месте река особенно красиво смотрелась в лучах заходящего солнца. Незаметно Лиза взяла Захара за руку и парень не убрал ее. Уютная интимная обстановка сама собой настроила молодых людей на романтический лад. Лиза и Захар даже сами не поняли, как оказались в объятиях друг, друга, поцелуи, взаимные нежные слова и море страсти, овладели их сердцами, заставив забыть обо всем на свете. Опомнились, любовники лишь под утро, когда робкий рассвет осветил укутанную дымкой водную гладь. «Что же теперь с нами будет?» – спросила Лиза, утирая возникшие в уголках глаз слезы. «Разведусь, я давно уже думал об этом, а предательство Кристины только убедило меня в моем выборе», – с уверенностью сказал Захар. Возвращаясь домой, парень еще не знал о том, что они с Лизой были у реки, знают родители Кристины. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда молодые люди вдвоем отправились на машине за город, поэтому, едва Захар переступил порог дома, его ожидал жуткий скандал. «Да ваша Кристина, сама во всем виновата, бросила меня и дочь и гуляет направо, налево, я буду требовать развода и лишения ее родительских прав, не выдержав», – вспылил Захар. «Не тебе, сироте подзаборной, о нашей дочери судить, тебя тут приютили и с голоду помереть не дали, в захолустье твоем», – злобно ответил Арсений Петрович. Захар попробовал что-либо возразить, но в этот момент подоспела охранники и, скрутив его, порядком избили. Затем они вывезли бездыханное тело Захара за город и, сунув ему в карман денег на дорогу, бросили на обочине. Очнувшись, парень понял все без слов и, поймав попутку, отправился к себе в поселок. Захар понимал, что против такой могущественной семьи ему не выстоять, да и знал он, что жизни ему там теперь не дадут. Клавдия Семеновна приняла сына с пониманием, не задавая ему лишних вопросов. Весь день накануне у женщины болело сердце и она знала, что с Захаром случилась какая-то беда. Но парень лишь обнял мать и беззвучно заплакал. Он понимал, что она была права, отговаривая его от всяческой дружбы с Кристиной. Пару недель Захар приходил в себя, а потом снова устроился егерем походничьего хозяйства района. Бывая подолгу в лесу, парень отдыхал душой, стараясь забыть о своей прошлой жизни. Все это время он не оставлял попыток найти Лизу, которую, скорее всего, также выгнали с работы. Но, сколько бы он ни искал девушку, она словно в воду канула. Как, то раз, обходя дальний участок леса, Захар, на скрытый от посторонних глаз полянки, наткнулся на привязанную к стволу дерево собаку с новорожденными щенками. Но страшным было то, что вокруг несчастных животных уже полукругом стояли волки, неумолимо сжимавшие кольцо. Азартно щелкая челюстями, они торопились скорее полакомиться легкой добычей. Захар, мгновенно сориентировался в ситуации и, сняв с плеча двустволку, выстрелил поверх волчьих голов. Хищники, испугавшись выстрела, быстро скрылись в лесной чаще, а собака, мать, смогла, наконец, перевести дух. Несчастная мамаша выглядела очень измученной, а ее малыши громко плакали, тычясь носиками в пустую, лишенную молока материнскую грудь. От всего увиденного у Захара навернулись на глазах слезы. Подобной жестокости он еще никогда не встречал в своей жизни. Видимо, жестокий хозяин отвел беременную собаку в лес, чтобы избавиться одним махом от нее и потомства. Душегуб, видимо, рассчитывал, что несчастную задерут волки, но собаке повезло и егерь появился в крайне важный момент. Сейчас, сейчас, родные. Помогу вам непременно, прошептал Захар, отвязывая поводок от дерева. Троих щенят егерь положил себе за пазуху, а собака и сама шла с ним рядом, чувствуя исходящую от парня доброту. Увидев собачье семейство, Клавдия Семеновна принялась кормить щенят молочком, а их мамашу – кашей с тушенкой. Благодарно урча, щенки лакали вкусное угощение, а собака смотрела на егеря и его мать глазами полными слез. В последствии, Захар назвал ее Найдой, собака стала ему верным другом и спутником во всех его делах и заботах. Когда малыши Найды подросли и окрепли, егерь раздал их охотникам, поскольку мать щенков была особой, зверовой породы и умела брать любой след. Таким сорванцам негоже было жить дворнягами, их призванием была охота и азарт от преследования добычи. Захар любил баловать Найду косточками, беря ее с собой на рынок в район. Так вышло и в этот раз, когда егерь отправился в управление охотничьего хозяйства с отчетом. Умная собака всегда указывала взглядом на ту или иную косточку, которую ей хотелось бы заполучить. Но в этот раз, она почему-то не захотела заходить в мясную лавку. Вместо этого, она подбежала к сидящей в магазине беременной нищеньке. Девушка была одета в какие-то лохмотья, а из глаз ее троедело текли слезы. Найда, словно зная эту девушку сто лет, подбежала к ней и стала облизывать ей лицо. Удивленный Захар подошел ближе и окликнул собаку, но она лишь мило визгнула и продолжила свое занятие. Вдруг парень присмотрелся внимательнее и после всего увиденного едва не лишился чувств. «Лиза, Лизонька, ты ли это, милая?» Прошептал Захар и опустился перед нищенкой на колени. Бедняжка подняла на него глаза и парень понял, что он оказался прав. Как выяснилось, после ночи у реки Лизу выгнали из дома Кристины, оставив ее без гроша в кармане. Не имея родных и близких, девушка перебивалась случайными подработками, а когда узнала, что после свидания с Захаром забеременела, то совсем упала духом. Вскоре, когда живот стал виден, Лизе перестали давать работу и она не могла устроиться даже уборщицей. Не имея средств к существованию, девушка стала бедствовать и просить милостыню у прохожих. По лицу Захара текли слезы, когда он слушал рассказ Лизы, обняв девушку, он вместе с Найдой отправился домой. Клавдия Семеновна от всего увиденного едва не лишилась чувств, а напомнила Лизу еще по детскому дому, когда работала там до пенсии. Захар готов был пылинки сдувать с девушки, которая носила под сердцем его ребеночка. Чувства к Лизе вспыхнули в сердце Захара с новой силой. Чтобы у новорожденного был отец, он предложил ей расписаться в районном ЗАГСе. Обнимая любимого, Лиза с радостью согласилась и через месяц молодые стали мужем и женой. А еще через пару месяцев на свет появился маленький Ванечка, который оказался в вылитой копии Захара. Молодая семья, в которой главенствует любовь и взаимопонимание, а не деньги и власть, зажила счастливо на радость Клавде Семеновне и жителям поселка. Новости о Кристине докатились до таежного поселка лишь спустя несколько лет, после того, как Захара с позором изгнали из ее дома. Как выяснилось, непутевая девушка сбежала с иностранцем, бросив Юленьку на попечение родителей. Почувствовав немой укор совести и тоску, Захар отправился в город, чтобы забрать свою дочь. Но его теща, Елена Ростиславовна, натрез отказалась отдавать внучку. Тогда Захар, отчаявшись, отправился в детский сад и забрал пятилетнюю Юленьку с собой. Девочка помнила отца и с радостью бросилась в его объятия. Захар привез Юленьку к себе, где она первым делом подружилась с Ваней и стала играть с ним и рассказывать малышу о детском саду. Но радоваться обществу дочери и сына Захару пришлось недолго. Тесть и теща вместе с охранной ворвались в дом Клавде Семеновны почти сразу после того, как законный отец забрал себе свою дочь. Но увидев, как Юленька играет с маленьким братиком, Елена Ростиславовна не выдержала и расплакалась. А Арсений Петрович и вовсе развел руками и вытолкал охранников на улицу. Выплакавшись, теща сказала тихим голосом, «Ладно, Захар, не надо, к чему копья ломать, давай так. Месяц у тебя, неделя у нас. Ты законный отец, и ты не виноват, что Кристина кукушкой оказалась. В общем, Захарушка, родной, об одном молю, не лишай нас внучки». После этих слов, Захар впервые за долгое время почувствовал сочувствие к Елене Ростиславовне. Обняв тещу за плечи, он согласился с ее предложением, а потом напоил гостей чаем. Смотря, как играют его дети, Захар украдкой смахнул слезу и мысленно поблагодарил Бога, даровавшего ему такое счастье. В браке с Лизой парень ощутил то, о чем мечтал всю свою нелегкую жизнь. А верная Найда смотрела на хозяина с любовью и преданностью, храня в своих глазах тайну, известную только ей ангелу, хранителю. Продолжение следует...